Пока что тяжелая техника спокойно стоит в стороне, но совсем скоро она покроется рабочей пылью. С этого участка начинается масштабное строительство новейшей трассы. На нулевой километр будущей магистрали прилетели почетные гости. Памятный камень в честь будущей дороги открыли зампред правительства России Дмитрий Казак, руководитель федерального дорожного хозяйства Роман Старовойт, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава республики Крым Сергей Аксенов. Сразу после торжественного открытия в поле загудели десятки машин, экскаваторов и грейдеров. По этой земле дорожникам предстоит проложить 40 километров новейшей трассы. Они обещают, средняя скорость движения по четырехполосному шоссе будет немаленькой – 120 километров в час. За сутки здесь смогут проехать до 40 тысяч автомобилей. И явью это должно стать к моменту ввода в строй моста в Крым в конце 2018 года. А вот и первый технологический мост, соединивший Тамай с островом Тузла. Он уже готов. Теперь по нему беспрепятственно подвозят материалы для строительства основного перехода через Керченский пролив. До этого к острову можно было добраться только морем. Инженеры и рабочие сильно зависели от погоды. Технологический мост тестировали большегрузами. Он выдержал все испытания и способен пропускать тяжелые краны весом в 250 тонн. Что уже сделано сегодня, проинспектировал вице-премьер Дмитрий Казак. Вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым он осмотрел стройку с высоты птичьего полета. Отсюда, как на ладони, видна вся коса, остров и новый мост. Длиной он чуть больше километра и держится на 58 сваях. Проезд по нему занимает около пяти минут на авто. Этой конструкции не страшны ни шторм, ни ледоход. Мост построен с учетом климатических условий Краснодарского края. Все работы проходят по графику, отметил Дмитрий Казак. Работа проведена огромная. Это все-таки подготовительный этап. Вы знаете, что мы для всех линейных объектов, которые должны строиться в едином коридоре, приняли специальный закон, специальное регулирование, которое позволяет производить подготовительный этап работ до утверждения проектной документации. Проектная документация тоже подготовлена. Она сейчас проходит технологический ценовой аудит и техническую ценовую экспертизу. Как только будет закончена экспертиза, начнутся основные работы. Также с вертолета вице-премьер и губернатор осмотрели дополнительные сооружения, необходимые для масштабной стройки. Это несколько мобильных заводов, которые производят цемент и бетон. В Керчи и Тамане строятся вахтовые городки для инженеров и рабочих. Они полностью автономны. Есть и столовые, и прачечные, и медпункты. Вениамин Кондратьев отметил, что строительство транспортного перехода даст невероятный толчок развитию Таманского полуострова. Это зал в Тамане очень большой, поэтому, конечно, наличие транспорта дает со структуры на Тамань и в дальнейшем на мост, который пойдет через Керчь, он это развитие нам дает. Поэтому, конечно, Рассадский край максимально готов поддерживать строительство и понимание того, что завтра это и заверший день в целом и Таманского полуострова, и курортной инфраструктуры. И, конечно, вокруг трассы будут жить и населенные пункты. И нами очень реально воспринимается с точки зрения реальных дивидендов, реального поступления бюджета, рабочих мест. Поэтому максимальная поддержка стороны власти и края и у меня лично строительство, конечно, будет обеспечено. Кроме этого технологического моста построят еще два. Один из них протянется от острова Тузла до Судоходного канала. Другой – от Фарвадера до Керченского берега. Кроме того, будет проложена вспомогательная железная дорога. 4 – Тамань, Анапа.